На телеканале Губерния 33 актуальное интервью. Меня зовут Борис Пучков. Здравствуйте. И сегодня мы встретимся с замечательным русским художником, портретистом Георгием Шишкиным. До 27 января в выставочном зале Культурно-образовательного центра палаты проходит выставка «Русские сны». И это замечательный повод для того, чтобы встретиться и поговорить. Георгий Георгиевич, обычно в детстве родители и детей заставляют чем-то заниматься. Для общего развития и не только. Кого-то музыкой, кого-то спортом, ну и так далее. Вас в детстве, например, заставляли заниматься тем, что вам не нравилось? В принципе нет, хотя не заставляли. Хотя меня вот повели в музыкальную школу, скажем, я в течение пяти лет ходил в эту музыкальную школу. И меня приняли по классу скрипки, поскольку мой отец был скрипачом и очень талантливым. Но моя мама очень хотела, чтобы я в какой-то мере продолжил его занятия. Но просто это меня не очень увлекало. Но я очень любил музыку всегда. И меня подвело то, что я именно на экзаменах приемных спел песню довольно сложного такого мелодического построения, которую услышал накануне просто, знаете, как по радио. Вот раньше разучивали песни. И я вот услышал эту песню там. И несмотря на то, что я в это время простужен был и охрип, все-таки я воспроизвел, и меня сразу записали на скрипку. Я до сих пор жалею, что не на фортепьяно, потому что я бы хоть сейчас что-то мог сыграть сам для себя. А так я, к сожалению, скрипка требует постоянных упражнений. Это очень серьезные инструменты. Мама моя тоже обожала музыку, и она все-таки была... Да, мы посещали театр, в общем, регулярно, можно сказать. Не то, чтобы мы были какими-то театралами, которые там... Ну, конечно, мы очень хорошо... То есть и мои особенно близкие, они очень хорошо знали артистов. И я не был формальным, так сказать, таким театралом. Я просто любил это, мне нравилось бывать там. Но я никогда не был... Знаете, бывают театралы, которые там вообще днюют и ночуют, и знают наперечет всю подноготную, так сказать, артистов и так далее. И никогда не принадлежал к этой категории. Но я любил искусство, как говорят французы, инженераль. То есть в целом, мне нравилось в целом. Я никогда не касался какой-то внутренней жизни этого. И даже совершенно не интересовался. Вас воспитала бабушка Анна Ефимовна Кушнина. Она работала швеемодельером, если не ошибаюсь, причем выучилась она у француженки. В молодости она пела в цирковном хоре и любила оперу. Что вам старалась передать бабушка? На ваш взгляд, сказалось ли это на вашем творчестве? Мои родители, моя бабушка, мама, скажем, они воспитывали меня собственной жизнью. И наша жизнь была одновременно и проста, и сложна. То есть проста почему? Потому что это была обыкновенная работа в огороде и в саду у моей прабабушки, у мамы моей бабушки. То есть вот прадедушки, я их знал долго. У них был домик и огромный огород, и сад, где мы все работали. Это было... А любовь к музыке, она была просто изнутри. И я помню прекрасно, что и мой прадед хорошо пел. У него был приличный бас. А моя бабушка, у нее была хорошая меца, меца-сопрано. То есть она пела в цирковном хоре, как многие девушки, ну, то есть будучи еще молодой девушкой. То есть я этого не застал, этого момента. Но это было известно. Вот. На ее стене всегда висела гитара, девичья гитара, которую она иногда брала и перебирала струны. Вот. А пение так вот в бытовом смысле. Иногда у нас проявлялось на каких-то торжественных случаях. Такие мы могли, там, гости могли. Это было принято. Причем пение, ну, хороших мелодичных вещей. Понимаете, бабушка, это для меня был очень... Человек очень значительный. Ее... Одного ее взгляда порой было достаточно, чтобы точно знать, что я сделал правильно или нет. По ее мнению. Она была очень строга, нелицеприятна в этом отношении. И сразу могла мне, ну, как бы, подсказать, так сказать, вот. Вот это вот влияние ее личности, пожалуй, на меня оказало очень большое влияние, впечатление такое, ну, так сказать, формообразующее. Потому что мама моя была очень молода. И порой получалось, что моя бабушка одинаково относилась к ней и ко мне. То есть мы, как бы, были для нее дети. Вот. Поэтому бабушка была неоспорима личностью, главенствующей в нашей семье. Вот. Она была и очень, и очень оптимистична, и в то же время в ней был момент трагичный, поскольку она была вдовой, два раза вдовевшей в это время уже. Поэтому так получилось во время войны. И вот, значит, значит, то есть мой дед несколько раньше погиб при каких-то, ну, я считаю, невыясненных обстоятельствах в 38-м году. А что касается... И потом получилось так, что перед самой войной, буквально в 41-м году, вот, и, значит, ее просто... Так у нее и случилось, что она вышла замуж еще раз за полковника Скачкова. Но он ушел на фронт, и он не вернулся. И он не вернулся, то есть в их жизни. А у него было двое детей, и у моей бабушки было двое детей в это время. То есть, вот, таким образом это осталось, как бы, таким... Ну, и значительность ее личности на меня произвела, на меня производила всегда большое впечатление. И я не мог никого поставить с ней рядом по значительности вот характера, выражения характера, ее суждения, ее любовь к литературе. Вы говорите вот по поводу ее обучения во француженке. Да, но это она была девчонкой, то есть и крестьяне, то есть ее родители, они были просто крестьяне Нижегородской губернии. Ну, они платили, да, золотыми монетами. Да, да, золотые монеты и мерехождение, в общем, долго еще. Просто, видимо, француженка предпочитала, чтобы ей платили золотом, но это было равносильно. Вот. И, да, за ее обучение. Она, конечно, очень хорошо знала все эти тонкости. Но она была, прежде всего, человек с хорошим вкусом, что самое-то главное, понимаете, этот хороший вкус во всем. Как она умела сделать окружение. Вот, Вик, к нам домой приходили люди и говорили, мы у вас отдыхаем. А среди ваших многочисленных работ, и есть одна из них графическая, я бы хотел ее выделить, это портрет бабушки. Вот, расскажите о нем поподробнее, как это случилось, и действительно ли это тот самый портрет. К концу моего студенческого, что ли, студенческой жизни я занялся портретной графикой, и у меня была целая серия работ. Были работы, предшествующие этому портрету, и после него некоторое время. То есть я считаю, я даже ввел свою разную моду в этот момент на станковый портретный рисунок большого размера. Вот, то есть в моем поиске самого себя и моих способов выражения, я ведь работал акварелью в основном и достиг определенного совершенства в технике а-ля прима, но одновременно, значит, меня заинтересовала глубинность, драматичность чисто черно-белой пластики. Вот, и я делал несколько мужских портретов в том числе, и бабушка потом мне вот позировала тоже один из портретов. Это вот был вот ее портрет. Я очень люблю рисовать руки, всегда, и никогда не избегаю этой возможности. Мне всегда очень нравилось, и я считаю, что руки говорят не меньше, чем лицо. То есть они тоже разные, и говорят по-разному, и говорят о многом, мы их способны выразить, очень большой спектр чувств, идей, ну и характера, конечно, человека. «Русские сны» — название цикла, который представлен в выставочном центре. Георгий Георгиевич, вы помните, как появилась идея создания его? Я никогда не планировал этого, но это название «Русские сны» постепенно стало характеристикой всей моей работы, я думаю. Потому что, в сущности, я никогда не был чистым реалистом, как это принято говорить. Поэтому с этим связаны отчасти некоторые разночтения между соцреализмом, скажем, реализмом и реализмом как таковым. То есть здесь речь идет о степени свободы художника, которой он, я считаю, имеет право пользоваться. То есть для меня это оказалось совершенно естественным средством сдвижки времени, пространства. Я сам почувствовал себя свободным от каких-либо обязательств. Когда я стал работать над портретом, то есть портрет меня заинтересовал. Я должен сказать, что я изначально писал много пейзажей и никогда не думал, что я буду очень упорно заниматься именно портретом. Ну, когда я это начал. То, как я сказал, я писал много пейзажей. И вот эта попытка прикосновения к пейзажу меня привела к стадиям восприятия его и его компонентов. Во-первых, у меня всегда есть такое, как бы, желание сделать как-то иначе, нетрадиционно композицию. Вот вопрос композиции очень важный. И в композиции, я думаю, все заложено. То есть переходя к портрету и особенно к женскому портрету, то есть я обнаружил просто, что в моем восприятии женской натуры есть нечто, что я практически не встречаю в работах многих других и очень даже таких сильных художников. Есть что-то, нечто, значит, другое. Оно стало выражаться в моих работах и почему-то всегда связывалось с пейзажем, с природой. Как только пишу женский образ, так у меня либо какое-то окно, сад, где-то либо это улица, сквер, листья какие-то, либо это пейзаж, либо это горный какой-то склон там с деревьями. И я все время связывал этот образ, какой бы он ни был. Я искал соответствия. Почему? Я не могу этого объяснить. Но постепенно у меня получилось, что я начал подходить к мысли о существовании человека вот в данной природе. Форма существования его, она зависит и полностью продиктована вот образом природы, где он живет. И таким образом я подошел к такому осознанию мысли, что женский образ формируется этой природой буквально точно и выражает ее очень полно. Линия, форма одежды, так сказать. Мне почему-то грезилось, что вот помните, дохристианской маме, дохристианское, скажем, у нас длилось долго, дохристианское существование Руси, когда там молодая девушка должна выйти и обойти посевы ночью, понимаете, и вот она идет по этой природе, звездное небо, все вокруг сплошные живые духи и божества, среди которых она движется, дрожа от этих ощущений, и она все-таки должна сделать это, и в темноте это сделать, обойти, чтобы от злых духов уберечь. И вот эта мысль особенно обострилась у меня в 87-м году, когда у меня была выставка в «Звездном городке» у космонавтов. Я даже просил один или два раза дочерей космонавтов позировать для специально моей идеи, которую я не высказывал, а просто просил позировать, и вот пытался на этом найти вот это ощущение соприкосновения буквально души человека с природой, наполненной жизнью тоже, жизнью духа, жизнью, какой жизнью, то есть я не знаю, но ясно, что здесь существует параллель. И вот от этого у меня пошел этот образ. Этот образ женский, всегда сопровождаемый природой. И тут получилось, что мы случайно столкнулись с таким удивительным, значит, моментом. На одном из вечеров в Цидри, в Москве, я увидел две женские фигуры в как бы русских костюмах. Что это? Меня это так поразило, я никогда не видел ничего подобного. Оказалось, это вот, значит, женщина-модельер, Ольга Астафьева, это была, значит, она изучала, ездила по губерниям, изучала подробности русского костюма и делала точные, значит, выкопировки тканей, вышивок. И все это носило образный такой, образный, точный характер. Я был удивлен этим самим качеством этого образа. Ничего подобного нигде я не встречал. Таким образом у меня стали появляться работы, значения которых я как бы не совсем точно представлял. Я думал, что это эпизодическое такое мое знакомство с этим. Вот. Но несколько работ было уже сделано. Две из них здесь вот есть. Так, 92-го года они. Вот. А потом уже во Франции вдруг я познакомился с семьей Шаховских. Значит, и Наташа, дочь князя Шаховского и Дмитрия Михайловича Шаховского, значит, она мне стала позировать. Причем сначала я как бы стремился к выражению, ну, европейских, французских сюжетов. Как бы вот мне, я был тоже под впечатлением Парижа. Вот. Но очень быстро. Вдруг вечером она накидывает платок на плечи и такая все, так сказать. Это, в общем-то, все сплошная история. Я мог бы вам рассказать подробно, тоже очень забавно, как это было, потому что, приехав в Париж, я мечтал написать что-то, связанное с моими впечатлениями. И думаю, ох, мне нужна модель с такими темными, вьющимися волосами. Думаю, я вот сейчас напишу там вид Парижа и на фоне вот такая девушка. Но я не знал по-французски почти ни слова. И думаю, как же я буду, значит. Но какие-то телефоны у меня были, а накануне мы познакомились, меня приглашали сделать выставку в Академии наук на симпозиуме «Культурное наследие российской эмиграции», где мы познакомились с князем Шаховским. И я, перебирая телефон, думаю, а вот я позвонил, думаю, может, мне поможет. Значит, позвонил, и вот мне ответила, значит, и его дочь. Ну, я не знаю, вижу, молодая девушка берет трубку и говорит, да нет, к сожалению, отца моего нет сейчас. Он преподает в Реймсе, значит, он сейчас отсутствует. Ой, я говорю, как хорошо, что я вас застал. У вас, наверное, такие темные, вьющиеся волосы у меня. Она говорит, нет, к сожалению, у меня не темные и не вьющиеся волосы. Эх, какая досада. Ну, наверное, может быть, у вас есть подруга такая вот с такими, понимаете, я хочу написать французский такой сюжет. Она мне говорит, нет, у меня и подруги такой нет, но вы знаете, давайте сделаем так, вы приходите завтра, у нас будет день рождения моего младшего брата, отец будет, вы с ним поговорите, значит, и мы познакомимся и так далее. Ну вот, и я, придя на следующий день, значит, стучу в дверь, и мне открывает девушка с такой волной пепельнорусых волос, с такими грустными серо-голубыми глазами, совершенно не французского, так сказать, склада, вот, и приглашает войти, и я вижу стол, накрытый белой скатертью, и на нем винегрет, пироги, нарезанные крупными кусками, значит, подают борщ там и так далее, то есть все, ну вот. И вот таким образом я, как бы, вернулся немного на свои круги. То есть сначала я все-таки пытался, и здесь есть работа, где она мне позировала все же в парижском кафе, по моему настоянию. Я все-таки хотел сделать что-то, принадлежащее парижской теме. Георгий Георгиевич, а какой сон сегодня видит Россия? Очень большое влияние, конечно, ну, как это у нас принято говорить, то есть западного, сграничного образа жизни, оно превалирует. Стремление приблизиться к каким-то моментам, моментам этого образа существования. Ну, это носит несколько поверхностный характер, конечно, внешний, именно внешнее сходство в данном случае играет роль. Я же, в общем, всю жизнь бьюсь за то, чтобы доказать самовоспроизводимость нашего собственного эстетического образа и духовного тоже, наполнения этого образа. И что он способен к самовозрождению, он способен к самовоспроизведению, что на его почве могут рождаться формы, которые будут являться логическим и очень важным эстетическим и в эстетическом смысле тоже продолжением продолжением этого образа, образа существования на нашей земле. Не знаю, я более 20 лет сейчас уже занимался этими вопросами, пытаясь понять и самого себя. Я и Франция, надо сказать, вот в этом мне оказала тоже помощь. Я там осознал в полной мере, что я именно русский художник, что я представляю Россию, что у меня есть даже некая обязанность в этом смысле. Георгий Георгиевич, как возникает желание нарисовать портрет того или иного человека? В вашей коллекции очень много портретов известных людей. Среди них такие актеры, как Иннокентий Смоктановский, Жан-Марой, Юрий Яковлев и так далее. Портрет – это всегда встреча. Я воспринимаю ее как встреча, в которой мне посчастливилось встретить того или иного человека. Конечно, бывает, в сущности, что я стремился встретить того или иного человека, но что привлекает, видите ли, я к портрету подходил, можно сказать, постадийно. Я тоже себя испытывал, я испытывал свою способность что-то воспринять, что-то передать. То есть для меня это было не всегда очевидно. Я никогда не считал себя исключительно подготовленным портретистом в то время, когда я был молодой и встречался с, в общем, великими артистами. Но мне было интересно. Я ставил себе планку очень высоко. След в душе, ну, понимаете, это настолько емкие личности, настолько поражает в них искренность и прямота в чем-то, и в то же время некая скромность их на фоне очевидного совершенно значения их личности, что это вот надолго запоминается, именно вот, и что, может быть, их может как бы объединить. Разные люди-то по характеру бывают, но вот то, кого вы назвали, скажем, Джан Морре, исключительно скромный человек, абсолютно удивительный. То есть это просто везение мое, вот, что мне удалось встретиться, и я считаю, что когда такая встреча происходит, я считаю себя обязанным оставить след. Это абсолютно необходимо. То есть я иду на какие-то, даже как Джану Морре, я попросил написать письмо ему, потом, одну французскую художницу, которая меня пригласила там пожить в Валерисе как раз. То есть я просто просил ее, она говорит, может, да что вы, что там так, он старый уже, ничего не... Я говорю, как ничего, давайте, срочно напишем ему, что вы, это такой актер, и я... это восхитительно. А потом они сами так восхищались, потому что я их приглашал, они участвовали в моей работе, все разговаривали с Джаном Морре, чтобы он мог все время рассказывать что-то мне хотелось, чтобы он говорил. То есть по-разному тут. Получилось с Мактоновским немножко иначе, но все равно это... Нет, это вообще, это... То есть это исключительное событие. Так же, как я встретил Вериконжи Паридзе или там, скажем, Ромасович Хиквадзе, то есть это великие актеры, которые даже трудно... Понимаете, тоже общение, оно ведь как, оно тоже складывается из жизненного общения, то есть он воспринимает не только как художника, но и как человека, и как с высоты как бы своего опыта и все, то есть это очень, очень трогательно тоже. Ну, понимаете, работая с такими людьми, всегда хочешь заглянуть за горизонт, потому что чувствуешь необъятность, вот она вот космос человека, даже это может быть и вообще даже вот просто незнаменитый человек какой-то, вдруг тебя поразит этим, вот этим космосом. Понимаете, когда ты вроде смотришь на него, а за этим столько всего, что ты невольно думаешь, так позвольте, там же ведь... И вот ты хочешь туда пройти, ты хочешь понять, что в твоих руках, вот у тебя есть только руки и какие-то кусочки краски, которыми ты берешь и действуешь. Георгий Юрьевич, какие планы на будущее, над чем вы сейчас работаете, приоткройте завесу тайны, что вы сейчас будете делать? Мне хочется прикоснуться к историческим событиям времени самого основания Владимира Суздальского княжества. И да, и тут как бы эти события я сейчас просто стал совершенно конкретно перечитывать, снова пересматривать, чтобы из этого вывести какие-то... В любом случае, какие-то выводы, которые я могу оформить в язык живописи, надо попытаться сделать. Я прямо даже уже запасся материалом и в Суздале, находясь в Суздале сейчас, и пишу из окон, потому что довольно холодно сейчас писать на улице. Я приехал же летом сюда, вот, и как бы совершенно не готовился писать зимой, но меня очаровывает, конечно, вид зимнего Владимира и Суздаля, и я просто хочу что-то сделать такое, чтобы можно было это считать определенным прикосновением к этой вот, к этой земле здесь, которую я считаю основанием, может быть, такой, вот этой вот, ну, что ли, вот, центральной Руси, такой. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое, спасибо за ваше внимание. Напомню, это была программа «Актуальное интервью», для вас работал Борис Пучков. Смотрите телеканал «Губерния 33».